а здрасте всем друзья привет уреньки продолжаем играть от родную долину 19 ферме и в общем то что у нас происходит на ферме но друзья созрел кофе на всех полях и сейчас в общем то идет уборка этого самого кофе ездят тут на разных полях комбайны и грузовички а также друзья много раз была покошена травка и соответственно ездит волковалка которая ее волкует и травки как видите здесь прям большие такие волки получаются эту травку мы соберем и все у нас будет путем также друзья по заводикам можно выгрузить удобрение и закинуть сюда ила еще ну и семена тоже производится можно сюда каких-нибудь какого-нибудь зерна докинуть да и на топливный завод и смотрю силоса тоже можно будет докинуть сорга справа тоже можно докинуть в принципе и кукуруза влезет прицепщик это не проблема в общем то все сделать автодрайв у нас всему голова также друзья пока у нас зрел урожай а зрел он по моему три дня было построено несколько мостов поэтому у нас есть доступ уже и на нижние острова и на левый остров и на верхний остров и к мусорному заводу переработки мусора также друзья запущена стройка вот этого вот правого моста на правый остров так что сюда в общем то тоже скоро сможем ездить сюда правда привезено только половина арматуры половина стальных балок самом деле их еще просто нет я не следил за заводом там забился мусор и в общем то какое-то время он простаивал и пришлось немножко мусора кстати продать продается он за копейки лучше конечно же отправлять его в переработку соответственно сталелитейка у нас работает на полную мощность ресурсов здесь полностью хватает никаких проблем с этим нету трубы и гвозди у нас забит склад и соответственно забито здесь все поэтому это производство и остановил она нам пока не сильно то и надо остальных балок арматуры еще по 50 кубов нам надо и тогда можно будет отвести это все дело на строительство моста хотя стальных балок на самом деле хватает и арматуры на самом деле хватает 42 куба можно выгрузить да давайте выгрузим всю арматуру 4 поддона всего лишь можно руками отнести на склад чтобы они там запаковались в контейнеры и можно будет эти самые контейнеры отправить на стройку моста и с еще одним мостом закрыть полностью все вопросы но арматура конечно и стальные балки есть в некотором дефиците у нас если мы еще начнем какие-нибудь предприятия строить нам то будет вообще беда так арматуру выгрузили 12 кубов соответственно станет 54 сможем выгрузить два контейнера далее по цементному заводу цемент жб барьеры тут тоже производится жб блоки брусчатка забиты склады и тут тоже все забито пока что нигде не используется поэтому этого всего в достатке ресурсов опять-таки тоже хватает не проблема тем временем арматура у нас перекинулась поэтому давайте наверное тогда запустим вот этих вот ребят это все дело отвести выгружаем два поддона арматуры и нажимаем на кнопочку чтобы они залетели они в общем-то запрыгивают на грузовичок черта почему они не запрыгивают на грузовичок как это произошло у него почему-то выключился автодрайв я не знаю с чем это связано но ладно в общем-то вроде заработало странное дерево ну ладно второму соответственно выгружаем стальные балки тоже самое два поддона и нажимаем на кнопочку чтобы они залетели раз кнопочка и 2 у нас с другой стороны я не знаю почему мне не выгружается четыре штуки сразу а почему мне не выгружается поддон вот на эту вот площадку здесь только один должно выгружаться два не знаю чем это связано но ладно в общем-то ресурсы поехали мост будет построен но и друзья ждем мы тогда пока уберутся поля потому что чтобы дальше что-то делать нам нужны деньги а чтобы у нас были деньги надо продать урожай а чтобы у нас был урожай надо его сначала собрать поэтому через пару часиков мы с вами встретимся и будем смотреть что у нас по деньгам итак друзья у нас заканчивается уборка последние вот тут две проходки осталось сделать комбайну и в общем то весь кофе со всех полей у нас убран а 35 36 37 поле уже даже засеяно у нас канал и а также вот это вот поле большое она тоже в процессе посева в общем то скоро он засеется сколько друзья мы собрали кофе я думаю что примерно как и в прошлый раз на складе лежит 5 миллионов плюс еще 160 кубов в комбайне плюс 228 кубов прицепе плюс он еще что-то соберет на последней проходке то есть дохрена 5 поля миллионов примерно будет и в общем то этот весь кофе нам друзья надо продать а так как сделать нам это надо максимально быстро то мы отправим вообще всех кто у нас может заниматься продажами за исключением наверное нашего маленького тракторенка на 14 кубов и может быть же себе шку даже не будем отправлять потому что времени на это будет потрачено много и вопрос куда мы его повезем самая большая цена на пайну или aldi по-моему эта штука находится у нас вот здесь и туда мы уже до а вот тут она находится и сюда мы уже провели мост а значит можем отправить все это дело туда так что ты друг у нас везешь кофе и едешь ты на пайн вылей aldi и не в точках продажах находится . в другом месте но ничего страшно в общем то давай едь загружайся вот этот man тебе мы говорим сделать то же самое ты у нас везешь кофе так что тоже давай погнал друзья трактора на 140 кубов мы тоже отправим на всякий случай на лишним не будет так что друг ты тоже давай погнал будут в общем то у нас сейчас денежки на загрузка у нас благо идет довольно быстро эти ребята работают что у нас с остатками этого кофе в общем то комбайн последнюю проходку идет плюс он уже начал выгрузку в грузовичок так что все путем осею я друзья канола чтобы быстренько она выросла и в принципе она стоит денег более-менее мы ее тоже продадим скорее всего сразу же а может и нет тема сейчас так миллиончиков 5 даже 6 поднимем так что все будет путем так первый грузовик 540 кубов загрузил он уехал элеватор быстро довольно таки выгружает это все дело а вот на выгрузке стопудово будет пробка а между тем друзья кстати я покосил траву и всю собрал и надо будет как-нибудь взять вот эти вот остатки пособирать но это надо вручную здесь волковалкой пройтись и на фоломи следом отправить подборщика ну ладно этим я как-нибудь потом займусь может быть даже на каком-нибудь стриме все трактор кстати тоже уехал красавчики этого парнишку мы тоже друзья снимаем с маршрута и говорим ему ехать кататься загружаться на элеваторе а разгружаться на пэй в пайновый ли алди да и возить кофе на его не будем отправлять сейчас на базу там 80 кубов ему будет не хватать до полного прицепа это ничто пускай едет отсюда сразу же на выгрузку на продажу до выгрузка из комбайна очень долго идет у нас там ребята сейчас уже на выгрузку приедут первые и 1 в общем-то приехал но не выгружается сейчас пойдем смотреть что там произошло что там с точкой давай давай последний куб давай друг едь и погнал так а ты чё-то не захотел выгружаться вопрос почему . у тебя здесь . продажи друзья у нас здесь задним ходом заезжать надо не то чтобы прям удобно я вам скажу видимо придется мне это вручную все выгружать значит будем выгружать вручную вот эта штука задом туда точно не заедет я не знаю как я выезжать отсюда буду но ладно что хорошо кстати он может выгружаться одновременно и денежки у нас пошли трактор уже почти приехал вообще в теории ших наверно можно даже двоих сюда будет загнать и они будут выгружаться может так и сделаем я имею ввиду тех ребят что покороче ладно не так долго в принципе выгружается готова 668 тысяч мы получаем вот за это вот и выехать отсюда ничего не сломав эти ломающиеся оси это просто капец слушать она же должна блокироваться здесь нет блокируется значит можем нормально выехать не проблема все друг тогда давай есть а мы выгружаем вот этих вот загоняем даже двоих сразу вот так вот пора они сейчас будут разгружаться но почему бы и нет друзья в принципе я понимаю что можно было отправить на другую точку продажи и обычная в обычной ситуации я бы так и сделал но с учетом того что у нас тут разница в цене почти 250 евро за куб а этих самых кубов у нас 5500 то тут просто на разнице миллион триста семьдесят пять примерно у нас вырисовывается а это скажем так большая цифра ман видимо у нас 1 сейчас разгрузится да он разгрузился 1 давай есть загружайся тогда а это только наполовину за это время успел тем временем кстати у нас вот этот товарищ закончил свою работу поэтому его мы отправляем на поле 38 39 вот тебе дружище маршрут со стартовой точки потом на парковку и погнал надеюсь ты найдешь кстати вот этого товарища который тоже у нас выгрузился можно отправить домой что мы собственно и делаем погнал дружище парку ся но возвращаемся к нашему трактору и тут у нас пятьсот семь тысяч еще сверху прилетела на балансе уже миллион семьсот а с одной стороны это конечно не мало но нам этого все равно не хватит ни на что где-то тут уже должен быть наш последний прицеп почему такими кругами сюда ездить это ладно сами ездят это уже хорошо давайте вот перехватим и в общем-то тоже отправим на разгрузку все товарищ ты тоже разгружайся в общем-то друзья да продаю я этот урожай и мы тогда с вами еще встречаемся смотрим куда мы будем тратить наши денежки но и в общем то все друзья последний прицеп у нас продан он был неполный разумеется мы этого парнягу отправляем на парковку собственно другие маны туда уже поехали трактор уже поехал все туда поехали все идут отдыхать а мы с вами идем работать друзья у нас на балансе 7 миллионов двести девяносто тысяч на самом деле кажется что много но нет 6 миллионов семьсот сорок три тысячи за кофе который мы сегодня собрали на самом деле радуют меня такие цифры и друзья за эти деньги я хочу купить вот это вот предприятие и пмс это не то о чем вы подумали трактор приехал на парковку какой молодец это друзья а завод по мусоропереработки сюда можно принести фонари я еще не знаю как это работает потом разберемся посмотрим наверно фонари видимо здесь для того чтобы она светила а так вот что это за завод давайте во-первых его купим мы будем смотреть стоит он падла конечно дорого три миллиона сто девяносто семь тысяч но мы сегодня заработали денег поэтому покупаем можем себе позволить теперь это наши и 4 миллиона у нас еще осталось на балансе отлично так вот что же этот завод умеет на самом деле у него есть две линии первое это производство переработка мы сюда черт он требует электроэнергию почему я об этом не подумал но ладно в общем-то мы сюда привозим мусор который у нас уже в избытке накопился и выдевать некуда и он нам в небольшом количестве из этого все дело перерабатывает и выгребает ременевые листы пластик стекло и бумагу а вот это все друзья можно будет перевести на другой этаж насколько я понимаю из этого всего делать упаковку еще насколько я знаю это единственное место на карте где эта самая упаковка производится производится она вроде как довольно таки медленно поэтому в общем то с этим есть некоторые сложности электроэнергию видимо она будет питать вот отсюда вроде как должно быть написано на какие заводы она поступает но видимо можем узнать об этом только если купим эту самую электростанцию а стоит она еще миллион ну ладно покупаем что ж поделать то хотя бы мои планы это не входило да по моему из переработка идет сюда это меня несказанно радует отключим друзья сейчас от этой сети все вот эти вот цепочки точнее все предприятия чтобы туда электроэнергия не шла которому здесь будем сейчас производить еще эту самую электроэнергию можно производить продавать за 90 евро в час нам это не интересно но друзья надо тогда сюда поставить какую-нибудь штуку для производства электричество какой-то модуль есть биомодуль который работает на силосе и щепе есть угольный модуль жалко здесь не пишут о том сколько электричество это все дело производит давайте друзья поставим угольный вот сюда в первую ячейку поворачиваем его чтобы ровненько все было и вот так вот ровненько по сеточке устанавливаем бздынь и готово надо было мне протестировать какой сколько выдает электричество и сколько жрет ресурсов до последний кстати прибыл на парковку так что друг мой что ты мне расскажешь вмещает в себя 150 кубов угля у нас как раз есть прицеп на 140 кубов кстати и видимо друзья надо отправить этого товарища только я не посмотрел на какую точку его потом отправлять сколько я понимаю первую мы вот эту вот поставили это модуль 8 че не знаю сможет ли он там разгрузиться с этим могут быть проблемы но в любом случае один раз ты забираешь на базе элеватор карьер выгрузка загрузка да и едешь на всех пауэр модуль 8 везешь что туда уголь один раз всего тебе надо съездить так что давай погнал 140 кубов туда вези а пока он едет погнали разберемся с нашим мусором мусора друзья у нас больше всего скопилось конечно же на стали литейным и цементном заводах если не сможем сейчас вообще кстати посмотрим что у нас еще на гипсокартоне на гипсокартоне мусора мало 11 кубов на клеевом заводе мусора побольше и он кстати забивается но эти заводы у нас сейчас не работают не друзья на них немножко подзабил самую малость а вот на столе литейном и цементном тут мусора побольше но я правда вывозил его отсюда тоже тут уже забивалась полностью так что давайте в общем то возьмем нашего вот этого мана и поедем загрузим мусор загрузили первый прицеп начнем пока с этого и давайте отправим его на вот эту вот точку я пока не знаю как там вообще авто драйв проложен ни разу туда не ездил сможет ли он там выгружаться но короче пускай пока едет правда ему 15 минут туда ехать охренеть но на самом деле путь-то туда явно не близки а пока он туда едет давайте возьмем вот этого мана и соберем весь оставшийся мусор который у нас еще есть с остальных производств а ну вот друзья весь мусор получается собрали 66 кубов здесь последний бзды но давайте этого товарища тогда тоже отправим на мусорный завод загрузка мусора пмс давай друг погнал между тем наш трактор уже едет по мосту на другой остров через пять минут приедет еще друзья вопрос какие ворота скорее всего какие-то ворота надо будет открыть где он будет заезжать на эту самую станцию давайте наверное все ворота откроем и одни и другие пускай они лучше будут открыты я без понятия как тут маршруты проложены насчет вот этих ворот тоже не знаю как он здесь заезжать будет теория маленький трактор довольно таки маневренный поэтому но мне кажется должно быть тут все четко но тут надо вот неудобно сделано надо подъезжать довольно близко к этой штуке чтоб туда уголь выгружать здоровенное кстати а тут у нас какое-то предприятие находится который надо будет строить и у нас все эти ингредиенты есть можем его построить что за она кэмпбелл суп что если мне не изменяет память из гайда это самое самое большое количество ресурсов которые вот только можно себе представить туда перевести чуть ли не все всякие овощи теплички вот эту вот всю фигню волмарт его кстати тоже вроде как можно купить надо будет подавать электричество сюда можно право привозить товары которые будут потихонечку продаваться я вот не знаю имеется смысл этим заниматься или не имеет смысла так заезжает он самые первые ворота кстати он здесь даже скорость не избавляет настолько быстро пролетают все повороты даже я так не делаю если честно давай друг удиви меня нет ворота эти надо закрыть видимо прям в упор здесь едет он крышку открыл и он разгружается слушайте как классно просто прекрасно я ж надеюсь ты он мог сейчас отодвинуться из триггера слезть например но все нормально значит эта штука у нас работает ты у нас потом поедешь на парковку погнали на мусорный завод встречать нашего мусорщика он туда кстати тоже уже почти приехал к не одновременно 1 как раз вот приехал да ух ты ж ежи какая здесь свалка так если мне не изменяет память он должен был заехать куда-то сюда да он заезжает сюда здесь останавливается и спокойно может налево разгрузиться до и все мусор ушел тогда друг ты у нас едешь на склад даже не на склад а цемент загрузка вот едешь туда а вот этому товарищу мы говорим что он едет выгружаться на этот пмс а потом поедет на загрузку на сталь загрузка его и разгрузку мы тебе поставим влево вот тяга так что ей друг разгружайся он то сам сделает и все у нас будет путем а значит смотрим на электростанцию электростанция у нас отключена потому что видимо вот этот модуль который мы поставили он здесь не отображается он нам и будет добывать электричество задымило кстати сверху люблю такие вот мелочи редко обращаю на них внимание но люблю так 2500 литров в час она производит не знаю в какой пропорции у нас будет уголь уходить но ладно пока он не запустится пока он не передаст первую электроэнергию не произведет которая уйдет на саму электростанцию мы в общем то ничего не узнаем на самом деле друзья об этом мы узнаем в следующей серии пускай немножко времени пройдет поэтому чтобы не пропустить ее подписывайтесь на канал а те кто хочет посмотреть ее заранее она прям уже вышла скорее всего на бусте то сделать это да можно на бусте ссылочка есть в описании тем кто друзья уже поддерживает на бусте тем огромнейшее спасибо за просмотр лайки комментарии не забываем но и на этом в общем то все с вами был никита делай всем еще раз огромное спасибо за просмотр и всем покаки